Приветствую вас, дорогие мои друзья! С вами опять я, Татьяна Шаманова. У нас сегодня экспресс-гадание, онлайн-гадание на тему «Мстить или простить». Ну, что ж, как говорится, тема злободневная. Практически, наверное, каждый проходит через такие тернии в своей жизни, когда наносится обида, наносится рана. И возникает вопрос, что делать. Забыть и простить. Забыть, простить или отомстить. Четыре варианта у нас будет, дорогие мои. Так что выбирайте, какой вам больше всего подходит. Можете на несколько персон, если у вас несколько человек поставили отметины в вашей жизни. Ну, а я пока перемешаю карты. Если кто-то из вас не успеет загадать определенного человека на свой вариант, или выбрать свой вариант, пожалуйста, поставьте на паузу, потом вернётесь, прослушайте. Итак, я начну. Начнём с первого варианта. Итак, «Мстить или простить». «Мстить». Что тут у нас выпало? Так, Паш Мечей, Дама Мечей, Суд и Дама Пентакли. Ну, сразу же видим по выпавшим картам, что рана была нанесена нешуточная вам. Но, тем не менее, вы как-то вот, не то чтобы быстро восстановились, нет, конечно, но желание, желание отомстить у вас было. Было и, возможно, даже остается сейчас, и, возможно, даже кто-то это и делает. Ну, я должна вам сказать, дорогие мои, независимо от того, мстили бы или вы, или не мстили, ваш обидчик, враг, все равно бы понес наказание. Ему бы был бумеранг, понимаете. Все равно, вот, особенно, видите, карта суд у нас выпала. Она явно говорит, что все равно, в любом случае, наступил бы даже, если не суд человеческий за подлость этого человека. Вот, но даже суд небесный, да, как говорится, небеса бы покарали его в любом случае, в любом случае. Вот, что касается вас, дорогие мои, ну, вам как-то, вот, знаете, по всем картам я вижу, что нужно, как бы, вообще, конечно, расклад изумительный, вот, честно говоря. Еще, знаете, что добавлю, не исключено, что он свое получит от какой-то женщины. Особенно, особенно, если это касалось денег, то есть вас человек кинул на деньги, обманул на деньги, ограбил, обманкротил, вот, то обязательно он аналогичную ситуацию, аналогичную ситуацию, только в обратном, получит от какой-то женщины. Какая-то женщина его ограбит, понимаете. Он получит сполна, абсолютно. Она его обчистит, она его высосит из него, если можно так выразиться, все соки, пустит по миру, нанесет ему такую же рану, даже многократную рану, что, в принципе, он не обрадуется. Не обрадуется. Вот, насчет мстить, да, карты, конечно, говорят, что можете мстить, можете, но обязательно сохраняйте голову трезво, если можно так выразиться, минимум эмоций, минимум эмоций. Ваша месть должна быть практичная, на сто рядов продуманная, спланированная, то есть должна быть обязательно разработана и тактика, и стратегия, как говорится. Вот. Может быть, даже, знаете, вам нужно будет найти самое-самое слабое место у вашего врага и обидчика, самое слабое, и бить в это место. И тогда, в принципе, тогда вы добьетесь своего, вы отомстите, отомстите. Ну, еще раз говорю, друзья мои, по крайней мере, по картам вижу, что желание мстить у вас есть. У вас еще не перегорело вот это все воспоминания есть, если даже это было давно. Вот. А уж тем более, если это было недавно. Рана нанесена была просто, вот, знаете, как ножом в сердце. Трудно, конечно, это все забыть. И вы это помните до сих пор. И это вы вряд ли когда забудете. Может, знаете, вот эта ситуация, эта рана, она вас научила впредь не совершать таких ошибок. Может, она вас научила, вернее, даже так, она поменяла вас, понимаете, поменяла вас в корне. Можно сказать, что наружу, ваша личность, точнее, она зародилась заново. Вот. Заново народилась. Может, такие качества из вас вышли, о которых вы даже не ожидали, что это есть в вас. Можно сказать, что благодаря вашему врагу, вашему обидчику или обидчице, вы как феникс возродились. Вы стали крепче, вы стали сильнее, несмотря на то, что вот рана, может быть, еще и не затянулась до конца. Но, тем не менее, факт остается фактом. Опыт, дорогие мои, опыт и еще раз опыт. Он самый-самый-самый дорогой. Самый дорогой. Благодаря этой ситуации вы стали более сильной, более практичной, более обдуманной. Да, у вас вполне возможно исчезла эмоциональность, уменьшилась чувствительность, сентиментальность. Даже, может быть, ушло доверие. Ушло доверие к людям. Появилась настороженность. Не веряя словам. Вот как-то так, дорогие мои. Ну, мстить, да, вполне возможно. Может, даже и стоит. Может, и даже и стоит. Но, еще раз повторю, очень обдуманно. Очень обдуманно. Даже если вы до конца не отомстите или последствия передумаете, в любом случае, бумеранг ему будет. Слезы еще отольет. Однозначно. Вот такой вариант получился у нас первый, дорогие мои. Ладно. Идем к другому варианту. Второй вариант. Кто выбрал. Итак, мстить или не мстить. Мстить или не мстить. Туз Пентакли. Десятка чаш. Влюбленные. И паш-чаш. Что-то я не посмотрела. Что-то у меня... Ага, вроде нормально. Что тут мы видим, дорогие мои? Вот, если честно, я не вижу здесь мести. Не надо мстить. Не надо. Не надо мстить. Даже, знаете, я бы даже сказала, нужно простить. Простить и принять это как дар. Дар судьбы. Что вы встретили этого человека. И этот человек дал вам новый опыт. Научил вас, как нужно любить. Как нужно понимать. Как нужно принимать человека. Как нужно доверять или не доверять. Понимаете, в чем дело. Этот человек, возможно, вас научил ценить. Ценить радости. Ценить любовь. Ценить партнерство. Понимаете, в чем дело. Более того. Более того. Этот опыт, возможно, вам принесет в дальнейшем как бы награду в виде того человека, который вам по судьбе. Да, который вам по судьбе. И вы получите, сторица, как говорится, по полной программе. Все самое-самое-самое хорошее в жизни. Все самое хорошее. Все самое лучшее. Тут, как говорится, смотря на вопрос, за что мстить. Если это любовная тема, вот то, что я вам сказала, забудьте, выкиньте и начните жить своей жизнью. Не замыкайтесь ни в коем случае в себе, потому что впереди вас ждет любовь. Вас ждет тот человек, который вам по судьбе. Не стоит зацикливаться на прежних ошибках, на прежних предательствах, непорядочных людях и так далее. Воспримите это как опыт. Возможно, это как испытание своего рода. Но в любом случае этот человек не зря появился на вашем пути. И не зря вы получили от него удар. Не зря. Ой, извините. То же самое касается, если, допустим, этот человек вам по каким-то деловым вопросам нанес удар. Да, скажите ему спасибо, потому что вы получили опыт. Вы уже не будете так голословно доверять и верить словам. Вы будете проверять. Но вы научитесь общаться с людьми. Строите отношения на равных. Не забывая о себе. То есть на истинном партнерстве. Понимаете? Не просто я вот тебе доверяю. Да, вот давай, давай. Что сказал, то я сделал. Нет. Будет равное партнерство. Абсолютно равное партнерство. Если этот человек что-то у вас отобрал, отобрал, как говорится, да, это тяжело принять. Это тяжело принять. Но, друзья мои, ту спинтакль и зря не падает. К вам вернется в сто крат вернется то, что у вас этот человек забрал. А вот что он получит, какой бумеранг, какой откат. Будете мстили бы или не мстили. И в любом случае, дорогие мои, встретится на его пути товарищ или женщина, или мужчина, который, в принципе, сделает с ним то же самое, что он сделал с вами. Получит он такое же предложение, такую же сделку, или такую же любовь, какую он дал вам. Это будет. Но вот доставит ли ему эта радость, ой, большой, большой, большой вопрос. Поэтому вывод карт такой, дорогие мои. Не зацикливайтесь. Не зацикливайтесь. Живите своей жизнью. Постарайтесь выкинуть из головы. Это больно, это тяжело. Но, тем не менее, еще раз повторю, вам вернется сторицей и любовь, самая лучшая любовь, по судьбе любовь, и деньги, если вас обокрали, и прочие-прочие раны, они затянутся. Они затянутся. Вот такой мой будет вам ответ по второму вопросу. Но мести я здесь не вижу. Мести я не вижу. Наоборот. Примите как опыт. Итак, это ответ по второму варианту. Третий вариант. Что нам скажут по третьему варианту? Мстить или не мстить? Так, как мне это сделать? Так вот, что ли? Так вот, и вот так вот. Сюда. М-м-м. Ну, дорогие мои, я так вам скажу. По судьбе вам было это. По судьбе выпала у нас шестерка мечей, колесо фортуны, башня и восьмерка мечей. Эта встреча, этот случай, эта ситуация была вам по судьбе. Да. От вас, в принципе, ничего не зависело. Вот знаете, как есть в книге Булгакова. Аннушка пролила масло. Всё. Это как вроде бы было предрешено. Предрешено было вам наступить на это масло, подскользнуться и упасть. Понимаете? И получить, как говорится, всё, что вы получили. Да, это больно было. Возможно, вам пришлось уехать. Возможно, вы потеряли жильё. Возможно, кто-то из вас действительно был вынужден бежать, скрываться от этого человека. В общем, ничего хорошего, конечно, вы не получили от этого человека. Неважно, касается это отношений или каких-то деловых процессов. Понимаете? Неважно. Но это было по судьбе. Ну, так повернулось колесо. Колесо судьбы повернулось так. Но я должна вам сказать, дорогие мои, я не вижу здесь мести. Не вижу. Потому что его настигнет, если уже не настигла такая кара. Он потерял больше, чем получил от вас. Более того, ему нанесли такой колоссальный удар или нанесут. Башня, она говорит о полном разрушении. О полном. Вот дальше некуда. Дальше некуда. Что человек придёт, если уже не пришёл к такой невыносимой жизни. Невыносимой. Когда он не будет видеть выхода из положения. Он как будет, знаете, как связанный. Связанный по рукам, по ногам. Ничего не видящий. Может, даже болезнь его капитальная настигнет. Может, даже, знаете, тут, как говорится, и зрение он может потерять. И голова у него может плохо стать работать. Понимаете, в чём я? Поэтому не заморачивайтесь. Да. Не заморачивайтесь. Карты говорят, всё воздастся ему. Ему воздастся, ей воздастся за все те слёзы, за все те раны, которые вам были нанесены. Вот. И не вините себя. Ни в коем разе. Не вините. Не от вас это зависело. Вот так оно должно было быть. Так должно быть. Для чего-то. Вы потом поймёте, для чего. И этот случай, возможно, будете вспоминать не раз. И не два. И говорить спасибо. На своём опыте. Вот я на своём опыте убедилась. Когда-то много-много лет я получила, как говорится, удар. И тогда я думала, что это трагедия. Это трагедия не уносим. А сейчас я говорю спасибо. Спасибо, что это случилось. Спасибо, что так случилось. Вот. Представляете? Никогда бы не подумала, что может такое быть. Но тем не менее, это бывает. Поэтому по третьему варианту не стоит тратить время. Абсолютно. На месть не стоит тратить время. Прощать. Ну, как вам сказать? Ну, прощать не надо. Прощать не надо. Это всё-таки как-то... Возможно, даже помнить. Помнить можно. Но не зацикливаться в любом случае. В любом случае не зацикливаться. Как говорится, оставьте всё это на том берегу. И переезжайте на другой берег, друзья мои. Жизнь всё сделает за вас. Абсолютно всё. И сделает так, как надо. Как надо по колесу судьбы. Вот такой ответ по третьему варианту, дорогие мои. Ну, а я иду дальше. Четвёртый вариант. Что нам скажут карты по четвёртому варианту? Мстить или простить? Мстить или простить? Итак. Император. Четвёрка Пентакли. Правосудие. И тройка Пентакли. Мстить или простить? Ну, как мы видим, здесь у нас уже присутствует карта правосудия. Да. Врага своего обидчика надо наказать. Надо наказать. Но наказать, скорее всего, в законном порядке. В законном. Через суд. Ну, если, конечно, это касается денег, имущественных каких-то прав. Вот. Если это отношение, если это связано с отношениями, тут, как говорится, к суду не пришьёшь. Можно сказать так, дорогие мои. Вы должны... Должны отомстить. Но отомстить... Не банально, что ли, как-то. А вот по-крупному, понимаете? По-крупному. Ну, допустим, если это... Если это партнёр, который вас бросил, незаслуженно бросил, оскорбил, или, ну, что-то ещё вот. То есть, то, что касается отношений. Вы должны противостоять, как бы поставить перед ним такой заслон, такую силу. Так ударить. Ну, я не имею в виду физически. Удар ваш должен быть очень сильным, сильнее, чем он вам нанёс. Как говорится, чтобы он летел далеко, надолго и прочно. Понимаете? И не высовывался больше из своей коморки. Не показывался вам на глаза. Вот тогда да. Если у вас такой силы нет, если у вас таких возможностей нет, то, конечно, лучше за это не браться. То есть, ваша месть, она должна быть по закону, не только правовому закону, но по закону жизни. Вот так бы я сказала. По закону жизни. Адекватной. И очень обдуманной. Очень обдуманной. Потому что карта император, сильная карта, старший аркан. Здесь старший аркан. То есть, понимаете, вот как говорят, месть надо подавать как холодное блюдо или кушать как холодное блюдо. Вот что-то в этом плане, дорогие мои. Не исключено, что вам даже надо привлечь кого-то. Привлечь к наказанию своего врага, наказанию своего обидчика, каких-то людей, которые вам хотят помочь, могут помочь. Ну, если это касается деловых вопросов, то, естественно, это должно быть на законодательном уровне. Значит, заключен какой-то договор. Это должны быть адвокаты. Да. Адвокаты, юристы. Без этого никак. То есть, если касается именно вот таких каких-то вопросов. Не личностных, а именно деловых. Также вполне возможно, знаете, тут еще какой вариант. Отомстить вы можете через своего партнера. Особенно, если касается это личных отношений. Да, в принципе, и не только личных. Но найти очень сильного партнера. Очень сильного. У которого есть все ресурсы. И возможности нанести вашему врагу удар. Ну, либо отобрать у него, что он у вас отобрал. Либо, как говорится, сделать его жизнь такой, что он бы понял. Ну, либо покаялся. Либо вернул то, что взял. Либо, как говорится, сжался и больше, как говорится, не проявился в вашей жизни. Вот знаете, я даже тут могу сказать вполне возможно, что это наказанием или должно быть, может быть, даже и тюремным заключением. Не исключено. Но это если касается каких-то таких дел имущественных. Хотя, вы знаете, таких точек. Продолжение следует...